Всех приветствую, меня зовут Михаил Лазутин. Недавно мы освещали ситуацию с депутатом Калужской области Сергеем Ефремовым, который устроил пьяное ДТП в Калужской области. Мы вместе с вами придавали огласке этот инцидент, чтобы данный депутат не смог уйти от ответственности, потому что общественный резонанс, публичность помогали в этой истории прояснить то, как дальше будут развиваться события. И вот на днях телеканал Россия 24, который также неоднократно врали и про наш проект, вбрасывали клевету на телевидение, съездили и попытались взять интервью у этого депутата. Сразу после лихого заезда народный избранник исчез. Мобильный телефон недоступен, на рабочем месте Ефремов тоже не появляется. Сейчас проверим, быть может он коротает свое время в загородном доме. У ворот та самая учебная машина из скандальной видеозаписи. Дверь металлического забора с массивной решеткой и вензелями на мгновение приоткрылась и тут же оглушительно захлопнулась. Сергей Николаевич, здравствуйте. Пролепетав из-за забора что-то бессвязное, народный избранник все же пригласил нашу съемочную группу в дом. Двухэтажный кирпичный особняк заметно выделяется на фоне соседских. Во дворе баня, гараж. Внутри дома стройматериалы. Идет ремонт. Ефремов тяжело вздыхает и признается. Все беды от женщин. Его беда от бывшей жены. Я 10 месяцев, я живу без жены. Понимаете, 10 месяцев. Вот здесь. Вот здесь я живу, вот в этой ситуации. Терроризирует она меня. Вы, пожалуйста, сейчас не волнуйтесь, успокойтесь. Депутат уверяет, бывшая претендует на дом, квартиру, автомобиль и небольшой бизнес, автошколу. Вот одинокое сердце в момент ДТП и дало сбой. Даже сейчас при воспоминании об аварии у Ефремова подскакивает давление. От волнения народный избранник блуждает с тонометром по комнатам. Как вы видите, в начале сюжета нам накидывают, накидывают, накидывают о том, что у человека проблемы с сердцем и все такое, вот. Но как бы с намеком на то, что, возможно, он врет. Подполковник в запасе Ефремов решает раскаяться. Говорит, скандальный заезд – черное пятно на его белоснежной репутации. Аж шатает. Мне сейчас... Давайте присядем, вы присядьте, пожалуйста. Ну, конечно, мне хочется извиниться перед коллегами по городской думе. Я немножко запятнала нашу думу. Чуть-чуть офицерство запятнала. Заметьте, что данный депутат извиняется именно перед коллегами из городской думы. Не перед людьми, не перед народом, не перед всеми гражданами Калужской области, которых в тот вечер злополучно он мог сбить в нетрезвом состоянии. Совершенно любое могло несчастье произойти, когда человек садится за руль в нетрезвом виде. Но извиняется он не перед избирателями, не перед человеком, с которым он попал в ДТП, а перед коллегами из городской думы. Ефремов признается, в соцсетях его выставили алкоголиком, но в момент ДТП он был трезв, как стеклышко. Может быть, хотя бы рюмашку там нет? Подмахнули. Я не был пьян. Еще раз показываю вам кадры, которые были сняты очевидцами в тот момент, когда произошло ДТП. Где парень? Наговаривайся. Иди сюда. Я думаю, всем понятно по тому, как общается человек, как он ходит, что он делает, что он говорит. Человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Эдик, 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 эдик. И вот кадр, который должен разлететься по всему интернету. Посмотрите, как депутат объясняет, почему он отказался проходить медицинское освидетельствование. Почему все-таки отказались от медицинского освидетельствования, если бы не отриграли алкоголь? Да потому что это надо на кровь там это, да я не знаю, что, понимаете, я еще раз волнуюсь, еще сильнее. Я задыхаюсь. Народный избранник. Если кто-то понял хотя бы примерно, что он хотел сказать, напишите в комментарии. Почему все-таки отказались от медицинского освидетельствования, если бы не отриграли алкоголь? Да потому что это надо на кровь там это, да я не знаю, что, понимаете, я еще раз волнуюсь, еще сильнее. Я задыхаюсь. Народный избранник. Я убежден в том, что он отказался проходить медицинское освидетельствование, естественно, потому что это показало бы, что в его крови есть алкоголь. Очевидно же, что по закону такая процедура для этого и есть. Если человек трезв за рулем и сотрудники ГИБДД неправы, он просто проходит медицинское освидетельствование, показывает экспертизу, что он абсолютно трезв, и у человека никаких проблем именно с этим дальше не происходит с точки зрения закона. А по части 1 статьи 12.26 КОАП РФ предусматривается ответственность, если вы отказываетесь пройти медицинское освидетельствование, если вас сотрудники ГИБДД подозревают, что вы находитесь в алкогольном опьянении, предусматривает штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок полтора года, либо два года. И данный депутат отказался проходить медицинское освидетельствование, вследствие чего его лишили прав, как нам заявляют в этом сюжете сотрудники МВД России. От прохождения освидетельствования на состоянии опьянения гражданин отказался. Он был отстранен от управления транспортным средством. А почему вы тогда на учебном автомобиле ехали? Вы его используете как личный автомобиль? Ну да. Нет, я просто арендую у хозяина, арендую эту машину. Так вы же владелец автошколы. Ну что, а арендованный автомобиль? И вот снова, видите, девушка его спрашивает. Вы ехали на таком-то сяком автомобиле? И он не опровергает уже в этом сюжете, что он ехал на этом автомобиле. Но он уже не отрицает. А там сотрудникам ГИБДД он врал о том, что он вообще не был за рулем. Глава Людиновской городской думы Игорь Синицын, комментируя журналистам эту ситуацию. Где и заседает народный избранник Ефремов? Видео я не смотрю. Вы можете посмотреть. Ну, вы знаете, я сейчас не могу. Насколько вообще корректно так вести себя народному избраннику? Вы сами понимаете, что некорректно. Возможно, скоро Ефремову придется покинуть теплое депутатское кресло. На ближайшем заседании коллеги должны оценить его скандальный заезд. Пока же председатель думы в раздумьях. Когда я получу официальные документы, вот тогда я уже могу дать какие-то объяснения, комментарии и так далее. Но это общие заученные фразы. Все достаточно подробно объяснил. Нет, вы не объяснили ничего подробного. И здесь вот эта девушка очень хорошее замечание ему делает по телефону. Он не только ничего не объяснил, он ничего и не сделал. То есть, как я и говорил, в итоге данный депутат после всей этой ситуации, он всячески пытается избежать ответственности. Я считаю, что нет никакой раскаянности или чувства вины. Наоборот, депутат Сергей Ефремов пытается выгородить себя в этой ситуации и остаться на своем должностном месте. Подобные поступки и поведение после этих поступков говорит о человеке многое. Нам не нужны такие депутаты. Как мы видим из интервью жителей Калужской области, они это в открытую говорят. Что он подвел избирателей, которые, как ни странно, были. Простые люди из Людинова свое решение уже приняли. Им нужен тот, кто починит плохие дороги и построит детские площадки. Выбирали мы люди. Мы. Мы ему доверяли, мы ему верили. Мы за него проголосовали. И попасть в такую нелепую ситуацию. Я думаю, что если не в трезвом состоянии человек, он, конечно, за руль не должен садиться. Что же на самом деле случилось в тот праздничный вечер, так и осталось загадкой. Разбираться в этом теперь будет суд. Сергея Ефремова могут лишить прав. И из влиятельного водителя он превратится в простого пешехода. Может, от прогулок и на сердце полегчает. За такие проступки я не только про пьяный ДТП, а про то, как человек потом врет, пытается избежать ответственности, не может признать то, что он совершил. Нужно самостоятельно покидать свою должность и уходить с позором. За что такие безответственные пьяные лжецы должны быть народными избранниками, депутатами у нас в стране, получать сумасшедшие зарплаты? За что? За то, чтобы потом где-то убить вашу сестру, вашу маму, вашего ребенка. Вот так вот в пьяном состоянии. Ну что же, мы берем эту ситуацию на свой контроль. Будем добиваться того, чтобы депутат Сергей Ефремов был отстранен от депутатских полномочий. Потому что я думаю, как и мне, так и вам, такие депутаты у нас во власти нам не нужны. Если вы с этим согласны, то поддержите это видео лайками, сделайте репосты в соцсети, зайдите в нашу группу ВКонтакте. Сделайте репосты, это очень важно. И напишите здесь несколько комментариев, также пишите информацию, мысли, это очень будет полезно. Распространяйте этот сюжет, продолжаем придавать огласке этот беспредел. Я считаю, что еще больше беспредел это то, что происходит дальше, после этого пьяного ДТП депутата. То, что нам показывают по федеральным каналам на телевидении, ну это позорище. То, как глава городской думы сливается и не хочет тоже нести ответственность за своего депутата, это тоже позор. Еще раз призываю вас максимально помочь распространить это видео. Подписывайтесь на канал, если разделяете нашу позицию. Вместе с нами хотите бороться против этой несправедливости, отстаивать свои права, подписывайтесь. Вместе мы сильней. Всем пока, увидимся в следующем видео. Почему все-таки отказались от медицинского свидетельства, если бы не отправляли алкоголь? Да потому что это надо на кровь там, да я не знаю, что, понимаете, я еще раз волнуюсь, еще сильнее. Я задыхаюсь.